Валерий Седов По резонансной аварии на мосту через реку Труберша сутят фельдшера. Выяснилось, что у мужчины были завышенные показатели по артериальному давлению. 175 на 110 при допустимых 140 на 90 и температуре. Несмотря на это его допустили к управлению транспортом. Материал со всеми подробностями и комментариями правоохранительных органов прямо сейчас. Это кадры апрельской аварии на мосту через Труберш. Тогда маршрутный автобус на скорости врезался в автомобили, стоящие в пробке. Буквально под замес попали сразу 12 транспортных средств. 9 человек получили травмы, в том числе и годовалый ребенок. Проверка областной прокуратуры и следственного комитета длилась полгода. Причину ДТП назвали сразу. Водителю маршрутки стало плохо за рулем. А вот степень вины каждого ответственного лица установили только сейчас. Следствием установлено. 12 апреля 2021 года водитель пассажирского автобуса прошел предрейсовый осмотр водителя. В момент осмотра водитель имел завышенные показатели по артериальному давлению. В пределах 175 на 110, предупустимых пределах 140 на 90 и температуре тела. Несмотря на имеющиеся показатели общего состояния организма, отличающиеся от приказа Минздрава России, он был допущен к управлению автобусом. Жертв удалось избежать благодаря неизвестному герою, рассказали очевидцы. Один из пассажиров взял ситуацию под контроль. Он сел за руль, смог выровнять траекторию движения автобуса и сбросить скорость. Это позволило избежать большой трагедии. Впрочем, виновником аварии признан отнюдь не водитель. Указанные обстоятельства стали возможны ввиду нарушения фельдшером организации, которая проводила предрессовый осмотр и допустила водителя поправить рассмотр с средством. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура региона провела проверку компаний-перевозчикам. Попросили предоставить необходимые документы. Срок это не сделали, и директор фирмы получил несколько штрафов. Но это нарушение оказалось не единственным. В нарушении части 5 статьи 3.2 федерального закона от 8 ноября 2007 года номер 259 ФЗ Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта обществом осуществлялась деятельность по перевозке пассажиров с использованием автобуса, сведения о котором не включены в реестр рецензии. За это фирма получила еще один штраф – 200 тысяч рублей. Как уверяют правоохранительные органы, все виновные понесут наказание. Валерий Седов, Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Многие рязанцы получают сейчас смс-уведомления с информацией о необходимости проведения технического обслуживания газового оборудования. Что нужно знать об этом в нашем следующем сюжете? Рязань «Горгаз» проводит дополнительные проверки газового оборудования. СМС-сообщения рассылают тем, кто не выполнил свои обязательства и не предоставил газовикам доступ во время планового техобслуживания. Когда специалисты должны прийти по плану, всегда можно посмотреть на официальном сайте компании. Летом я пропустила проверку газовых приборов. Отсутствовало. Но на днях пришла смс-ка от «Горгаза». Я позвонила по телефону. У меня назначили время визита. Я внимательно отношусь к проверке газа. И хочу быть спокойна, что у меня все нормально и все в исправности. Газовое оборудование – это, как известно, источник повышенной опасности. Для Риммы Федоровы это не просто слова. В ее доме отопительный газовый котел, водогрейная газовая колонка, газовая плита. Утечка в соединении может привести к взрыву, а неисправность дымохода к отравлению угарным газом. Как объясняет специалист, оборудование, не прошедшее техобслуживание, увеличивает риск аварий. Внеплановые проверки – это дополнительное мероприятие к ежегодным техническим обслуживаниям. Цель – повышение безопасности газифицированного жилищного фонда города Рязани. За 9 месяцев текущего года дополнительно проверили 1819 квартир и домовладений. В 345 из них выявлено нарушения. Такие как неисправность автоматики безопасности газового оборудования, самовольное подключение и ремонт газовых приборов. А самое основное – это отсутствие тяги в домовых и вентиляционных каналах. Вынуждены были отключить газовые приборы, так как оно создавало угрозу жизни и здоровью граждан. Особое внимание газовым приборам с отводом продуктов сгорания – это отопительные котлы и газовые колонки. При отсутствии тяги включать их категорически запрещено. Так, чтобы зажечь котел, убедились, что газом у вас не пахнет, открыли окно. Приложили листочек, проверили тягу. Вот, прилипает, значит тяга хорошая. Впереди долгие зимние вечера, теплые встречи и семейные праздники. Римма Федорова спокойно, газовые приборы в порядке, а значит в доме будет уютно, а главное – безопасно. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несколько килограммов наркотических и психотропных веществ отправили в топку сотрудники ОМВД России по Рязанской области. Все вещества изымались в ходе работы по противодействию незаконного оборота наркотиков. Герман Гущин с подробностями. Вот так жестко и безапелляционно сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Рязанского ОМВД отправляют в топку сразу 20 килограммов наркотических и психотропных веществ. Бывшие вещдоки, которые полицейские изымали в ходе ежедневной работы. Согласно действующему законодательству, процедура уничтожения наркотиков проходила с участием и под контролем межведомственной комиссии в составе представителей ОМВД, Министерства здравоохранения, Министерства природопользования Рязанской области. В сопровождении сотрудников отряда специального назначения ГРОМ УНК ОМВД России по Рязанской области вещества были доставлены на одно из промышленных предприятий города Рязани и уничтожены в плавильной печи при высоких температурах. 10 килограммов синтетики и почти столько же растительного зелья. Хозяева этой дури обвиняемые по уголовным делам. Изготовители-сбытчики-содержатели наркопритонов. Они уже получили наказание в соответствии с содеянным. Большая часть наркотиков – это изъятые закладки, а также конфискат при личных досмотрах, осмотрах автотранспорта, проведения обысков и осмотров мест происшествий. Вещества, которым не место на полицейском складе. Герман Гущин, телекомпания «Город». С этого года основной способ оказания помощи людям в трудной жизненной ситуации – так называемый социальный контракт. Пособие в четверть миллиона – это своеобразная форма господдержки, по которой люди в сложной финансовой ситуации могут даже открыть небольшой бизнес. Суть социального контракта проста. Семья или гражданин получает субсидию в 250 тысяч, взамен на обстоятельства выйти из трудной жизненной ситуации. Проще говоря, увеличить свой доход. Это могут быть небольшой стартап или мини-бизнес, зачтется все. Социальный контракт заключается с человеком, либо с семьей, доходы которой составляют ниже прожиточного минимума. То есть, если человек в настоящее время работает, но его зарплата в расчете на всех членов семьи и доходы семьи составляют ниже прожиточного минимума, то такая семья, такой гражданин может оформить государственный социальный контракт. Для того, чтобы оформить контракт, необходимо подать заявление через МФЦ, либо можно направить непосредственно почтовым переводом в адрес управления социальной защиты населения Рязанской области. Варианты присутствуют самые разные. Это и ведение подсобного хозяйства, и предпринимательская деятельность. Социальную помощь можно потратить на технику, одежду и другие нужды семьи. Мало кто знает, но в Рязанской области программа работает с 2015 года. Для назначения выплат необходимо подать заявление, документ удостоверяющий личность и справку о доходах семьи или гражданина за три месяца. Более подробно о всех необходимых документах можно ознакомиться на сайте Министерства труда и социальной защиты населения. В текущем году уже подано 709 заявлений на оформление государственного социального контракта. Заключено 318 контрактов. Большинство контрактов заключается по направлению поиск работы. Их у нас заключено 69. По индивидуальной предпринимательской деятельности на текущий момент 10 контрактов. И мы хотели бы призвать с тем, чтобы наши граждане более активно занимались своим бизнесом. И это помогло бы им встать на ноги. Традиционно большое количество обращений идет по иным мероприятиям. В основном это касается многодетных семей, которым требуется какая-то бытовая техника, и которые в настоящий момент не имеют возможности активно заниматься предпринимательской деятельностью, поскольку заняты уходом за детьми. Социальный контракт предоставляется гражданам в виде ежемесячных или единовременных денежных выплат. Максимальную сумму социального контракта – 250 тысяч рублей. Вообще, данная мера поддержки граждан открывает новые возможности для активной занятости и выхода из трудной жизненной ситуации. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова